привет сегодня будет краткий обзор контроллера мы шин студию новый контроллер от этих инструментов но каких-то глубинных анализов мы делать не будем просто будет именно поверхностная скорее всего интересно человеку который только хочет приобрести как она выглядит чем отличается контроллера его основные какие-то вот параметры от старого контроллера очень-то оценить его габариты оценить его качество поэтому себе сегодняшний обзор будет именно о качестве именно непосредственно вот этого пластмасски там мы железно какие-то компонентов силиконовых и так далее вот значит вот контроллер при вас открывая первый раз так же как когда-то открывал свой старенький контроллер двухлетней давности вот такой же он был свежий покучий это помню сейчас буду сравнивать именно вот с тем как это было в те времена причем в том в то время я оценил качество изготовления контроллера но реально на высоте качество очень хорошее было вот спустя два года можно посмотреть единство пленки не срывал с экрана с экранов они в общем то не мешали но остальная часть она по ней видно то что все сохранилось отлично то есть никаких таких крупных повреждений нет ничего не царапается краска не слазит и так далее вот оценим как сейчас выглядит новый контроллер и оценим его качество значит что у нас входит комплектацию коробка естественно стало гораздо больше чем было потому что сам контроллер стал больше здесь узнаваемо также как всегда но даже на пенопласте там машин я буду откладывать в сторону большой большой контроллер первое что бросается в глаза из отличие это вот этого джойстик который появился значит еще вот этот коробка которая не была в прошлый раз скорее всего это адаптер для питания вот кстати чем отличается этот контроллер машин студия от прошлого поколения контроллеров то что здесь увы и нужна розетка то есть допустим вариант с ноутбуком где-то в поле как это можно очень удобно сделать микро особенно с микро серии вот здесь не прокатит как мы видим в адаптере несколько переходников на надеюсь европейский есть да он есть и слава богу но все-таки заказывал music в дидже истории заказывал контроллер этот достаточно быстро кстати приехал вообще очень довольны как работают ребята молодцы вот еще подарок положили в комплект мне новогодний так сейчас как бы разобраться по-быстрому как эта штука меняется вот скорее всего сюда нажимается обсдаю так снимается и одеваем наш привычный европейский шлеп но как бы адаптер нормального качества не такого дешевый китай где там какие-то заусенцы и так далее но это это не показатели мы говорим о внешних каких-то таких признаков допустим шнурок посмотрим насколько он длинно нас это интересует потому что контроллер хотелось бы мне очень нравилось использовать контроль раз бы с длинным юсб шнурком потому что можно вообще отдельно где-нибудь сесть на диван но где-то находится относительно далеко вот и просто используйте его как вот старый добрый какой-нибудь окай мпс или что-нибудь подобное но шнурок скажем так мне в небо подлиннее хотелось бы вот но в общем то для студийных условий контроллер предназначенными для такой работы вот это можно сразу кстати быть выкидывать русскому человеку навряд ли этот пригодится для студийных условий в общем то достаточно никуда там опустить розетку далее что здесь еще в комплекте у нас но шнурок юсбишно стандартный шнурок а с фильтриком с фильтриком но как бы ничего такого значительного не поехали дальше сам контроллер хорошо упакованы допустим контролера сейчас мы похожи посмотрим что здесь еще у нас комплекте сразу версия вторая программа мыши наклеечки найти по моему прошлый раз тоже были наклейки подобные да 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 что то такого я вспоминаю инструкция эту инструкцию можно сразу выкинуть нам только на английском языке и там краткая ничего не понятно так и сам диск но тут так это выглядит упс вот это снимать не надо это серийные номера вот программное обеспечение новое программное обеспечение мыши м2 там конечно идет комплекте еще бонусы интересны вот если мы посмотрим на коробку на коробке на самой то что на вторая версия программы у нас софт вторая версия идет вот и с другой стороны здесь вот указанной прелести бонусы которые мы получаем мессив бесплатно такой нормальная но относительно басовый синт неплохой но почему басовым как угодно можно его использовать но басовый какие-то резки басы у него получается вообще классная приз мне очень нравится вот так далее это компрессор у нас ну то вообще такой универсальный компрессор насколько я понимаю вот и электронная пианино вот очень приятно здесь хотя на картинке можно сразу обратить внимание на эту прелесть до маркетологи постарались все оформили правильно и вот эту штуку нужно было докупать причем не дешево на сайте native instruments или другом магазине отдельно то есть подставка потому что расположение непосредственно контроллера сама сейчас коробку можно в сторону вот так раньше это вот так вот было вот то есть чтобы поднять угол нужно было покупать специальную такую штуку и вот под углом держать я по-другому сделаю купил такую штуку и очень удобно здесь располагать контроллер сейчас я уже по габаритам оценил скорее всего эта штука мне теперь не пригодится давайте посмотрим здесь пленочка не наклеена у них но габариты сейчас будем сравнивать и вот то что было если мы его кладем сюда кто получается но меньше да на порядок меньше можно вот так еще поставить ппд те же до кнопки вот эти вот эта серия немножко больше здесь изменения этого первая версия была контроллера вот это вот с этим материал такой же один в один металлический вот как на старых был вот можно посмотреть на это сказать то что вот вот так он будет выглядеть через пару лет у вас пэда такие же немножко пожелтевшие даком силикон немного ручки ручки вы знаете ручки на новом контроллере получше мне больше нравятся они такие мягкие хотя вот и я когда покупал старый вот этот контроллера использовать начинал его вот мне казалось то что ручки станут такие вот мягкие как бы рыхлые со временем вот насколько я использую карту рамье и вот на 400 версии там одна ручка всего она такая тоже прорезиненная в начале все было шикарно классно кнопки никаких претензий но сама ручка она со временем начинает как бы грубо говоря разлагаться теряет форму начинает липнуть то есть вот портится сам материал прорезинен здесь на вот этом контроллере прошлого поколения ну я переживал то что будет что-то подобное вы знаете нормально то есть никаких таких проблем не случилось но вот здесь можно апс она легко снимается а кстати здесь ручки дадут достаточно тугие вот здесь они очень легко снимаются ставится это опасно тем что можно потерять такую 3 то же самое сами ручки крутится также примерно какие на старой версии вот здесь что у нас вот появилась такая штука на это кнопка крутится какие глобальные изменения здесь у нас вот навигационная панель то что мы обсудили легко теперь копия по сделать вот эти вот функции раньше нужно было зажимать ши на этой версии зажимаем shift и вот кто понеслась там копировать ставить вот на поедах вот здесь все очень удобно то что под рукой но как бы самым конечно на порядок больше так вот вернемся к нашей теме как здесь эта штука устроена вот у нас получается ножки первый раз открываю также привозь поэтому даже вот вот так делается так и он занимает свой удобный угол да кстати угол угол достаточно комфортно очень удобно да вот как раз то что нужно на мой взгляд не знал не подошел подошел этот момент так далее какие у нас еще новости здесь ну понятно питание кнопка power две педали можно кстати сразу сравнение ставить контроллер прошлый да так ну можно педали подключать раньше этого не было раньше был только in out 24 медюхи можно оставить но вот это и вот эта штука она вообще вряд ли кому пригодится но если кого-то интересует для чего волшебная волшебная дырочка это для того чтобы не крепить какое чтобы не украли то есть анти ну хотя если человек тросик такой вот крепится хотя если человек захочет его украсть нам легко и тросик этот обрезок ну вот но как бы вот так вот отличие да отличие здесь больше то что педали можно теперь подключать и медюх больше стало но power лучше бы его и не было лучше бы он был автономный совершенно там подключать что он боку юсби шнурком как вот этот вот и используешь даже я думаю кто-то играет лавы будет задумываться насчет того чтобы приобрести какую-то компактную версию кому важна автономность от стандартного электричества не платим мы дополнительно хотя мы за него уже достаточно большую сумму вот я заказывал диджейстори мне он получился 38 600 с доставкой поэтому как бы если сравнять со мной прошло по моему что-то 27000 тогда он стоил они только начинались и плюс подставка там порядка 200 долларов отдельно если покупать как бы ну конечно не экономим особо на подставке но контроллер стал гораздо лучше видно то что два больших экрана пока мы еще не включали не знаю как это выглядит вот но на ютюбовских роликах разных уже видел я знаю примерно как это все выглядит ну что давайте попробуем его включу посмотрим он засветится и сразу такой меня облом я привык то что втыкаешь тут шнурок и все чик-пук заработала без проблем а у нас то питание нет вот здесь нужно питание блок питания и вот понеслась тема куда его включить опс так раз и погас я думал уже все но приятно что можно сказать приятно то что светится какая-то штучка такая но светящийся экранчик это все приятно но не более того пока еще мы не ощутили давайте я сейчас запущу программный пакет он у меня уже установлен и просто до этого покупал сейчас мы посмотрим там запускается программа запустилась вот теперь контроллер изменил изменил изображение на мониторе группы саунды но удобно скажем так удобнее стало то что цветное изображение давайте посмотрим что здесь браузер проекты юзер мои проекты вот я здесь вижу допустим сейчас мы что-нибудь поставим ну вот и выбираю так теперь раньше был интер по-другому а вот лот до загрузка первый раз вот так же смотрю опа нет не надо сохранять вот так загружаем это вам по умолчанию просто новый проект загрузил первый раз юзаю вот поэтому может как и с какими-то функциями будет что-то непонятно тормоза но как бы так вообще понятны вообще все вроде как так же как было раньше еще заметил такой момент тут мне нравился такой удобный бортик был раньше вот здесь вот сейчас его нет хотя может быть это не самое главное так я по и по идее загрузил да да я загрузил вижу здесь вот с обработки да классно конечно конечно это круто то что вот видно и все обработки у меня это я так понимаю или ставил надо то же самое как раньше было вот такой режим есть его его отображение не было на старом контроле хотя вот когда установили новую версию можно было нажимать но то со второй версии программы нажимаем клавишу shift и кнопку навигации мы переходим в режиму то сейчас это делается с помощью нажатия вот отдельной кнопки да удобно но что там говорить давайте попробуем запустить допустим то что у меня есть кстати сцены а ну да здесь как и было шлеп чтобы они открывались так навигация на что влияет вот что у нас скролл но об этих вещах более подробно когда уже я познакомлюсь с контроллером или я расскажу вам или другие ребята из нашей группы вам расскажут про какие-то фишки но давайте просто запущу пока посмотрю как пошло сюда она тоже громкость ну вот такая короче штука оранжер браузер проектов ну вот внешне вот такие изменения произошли в сравнении со старой версией что могу сказать пока нравится первое впечатление приятное по качеству никаких претензий все очень достойно классно сделано вот плане функционала но оценить можно только после использования вот об этом позже пока